Всем привет! Я решила к вам выйти в один очень-очень быстрый эфир. Очень-очень быстрый, потому что тема как-то она материализовалась сама собой за последние несколько дней. И пока у меня есть буквально 30-40 минут, очень бы хотелось с вами об этом поговорить. Сейчас я вот так сделаю, чтобы у меня комментарии бежали не по лицу. Что я сегодня хочу вам сказать? Прямо это вот, наверное, один тот случай, когда не могу не сказать, поэтому должна была сейчас совершенно другим заниматься, у меня на ближайший час было рабочее время, и я его переиграла специально, чтобы сейчас выйти и сказать вам то, что вот наболело, ну не наболело, конечно, а просто требуется броситься наружу. Эфир про боснийские пирамиды я выложу на YouTube, непременно посмотрите. Последние, наверное, пару недель, как обычно у меня со всеми темами, постепенно в пространстве сгущалась определенная тематика, и вот наконец она сформировалась в некое нечто, что я хочу вам сегодня сказать. Я бы назвала этот эфир fake light. Если перевести это на русский, для меня это, наверное, перевод был бы, ну вообще это, наверное, в переводе было бы подмена понятий, да, такое как бы более приземленное выражение, подмена понятий. Но в том, что касается fake light, это подмена понятий в нашей жизни, которые происходят в последнее время сплошь и рядом вокруг, в связи, точнее вокруг всего того, что касается духовности, познания себя, саморазвития, правильных пониманий о том, что такое осознанность. Вот эти все вещи очень популярно стало движение, которым люди прикрывают фактически некую такую гламуризацию, аморальность. И здесь есть свои энергетические подоплеки того, почему так происходит, кому это нужно, для чего это делается. Микрофон бьется об усы. Не будем лыбить об усы, пожалею микрофон и ваши уши тоже. Так вот, тему, сейчас я напишу тему. Напишите кто-нибудь подмена понятий. Меня слышно, не слышно? Слышно меня, не слышно? Не знаю. Ребята, меня слышно или нет? Какой же у вас голос, наверное, означает, что это слышно. Вот, тему закрепила подмена понятий. Фраза подмена понятий, она достаточно такая приземленная, не подразумевает под собой ничего высокодуховного, но говорить я как раз сегодня хочу вот об этой стороне этой подмены понятий в нашей жизни, которая касается духовности. или всего того, что, и кому не нравится слово духовность, всего того, что вот связано там с нашей душой, с самокопанием, с самопониманием и так далее. Слишком часто в последнее время я сталкиваюсь с тем, что люди достаточно авторитетные на большую аудиторию, на большие группы лиц, с телевизионных каналов, через прессу, через много чего, механизмов у этой силы есть много, занимаются тем, что по факту, используя природную чистоту большинства людей, потому что большинство людей энергетически по своей специфике, они чисты, не относятся к каким-то темным силам, манипулируют этой чистотой людей для того, чтобы заставить их воспринимать определенные вещи в определенном свете и принимать на себя полностью ответственность за действия других людей. Сейчас я объясню, о чем я. Здесь есть несколько пластов, но я бы сегодня отсюда не ушла, если бы я этого не сказала, потому что, честно, уже из ушей у меня все это идет. Так вот, пункт первый. Сейчас мы живем в эпоху, когда очень много везде доступной информации о том, как развиваться, к чему стремиться, как там хорошо, как не очень хорошо, что такое свет, что такое не свет. Вот об этом просто миллион сейчас всего есть, на все вкусы и цветы, и пожелания можно всего найти. Есть целый такой пласт информации, который называется New Age. То есть это вот то, что философия, которая пришла там относительно недавно, с мыслями о том, что мы цельные единицы, что мы не стадо, что каждая душа, она ценна, что Бог в нас, что мы, в общем, сами по себе очень светлые, могущественные единицы Вселенной, что стоит слушать себя и прочее, прочее. Это все замечательно, я сама об этом говорю, это мне лично отзывается, я не претендую на истину вселенскую и так далее, но это то, что абсолютно четко через меня течет, мне отзывается, и я совершенно искренне об этом говорю себе, говорю другим, кому интересно и так далее. Но в этой вот философии New Age, к этой философии New Age очень часто примазываются силы, которые далеки от душевного просветления, но они идут не способом как бы в лоб противостояния, они идут способом манипуляции некой истины в свою выгоду, для своей выгоды. Как это происходит? Фейк-лайт – это очень огромный пласт, в том числе людей, через которые этот фейк-лайт оперирует, которые на самом деле многие из них совершенно осознанно думают и верят в то, что они исповедуют некую такую вот светлую истину. Светлая истина, которая несет там спасение, свободу, там, я не знаю, развитие и прочее, прочее. Но что происходит в реальности? Происходит то, что берется некая истина, назовем ее так, но не на 100%, а на 80%, вот так. Но 20% на нее навешиваются некие такие выверты, вот на эту истину, которые человеку, который в этом не очень, скажем так, не то что разбирается, но просто не задавался этими вопросами никогда, он слышит, да, вот то, что ему говорится, и в нем это где-то резонирует, потому что, ну, 80% там есть смысл, но вот этот финальный подвыверт, он для восприятия человека остается как бы не считанным, да, то есть человек не осознает, что этот подвыверт произошел, так как резонирует, вроде резонирует, да, что-то где-то там отзывается, значит, наверное, надо брать, значит, то, что вот это, то, что есть на самом деле. Но вот этот подвыверт, он по факту полностью уводит все это, все это дело совершенно в другом направлении и создает те состояния энергетические в людях, те убеждения, которые тотально уводят человека от света в просто вот, ну, совершеннейшую вообще чертовщину. Нью-Эйджи, это я на самом деле сейчас кто-то там пишет про Нью-Эйджи, я это просто собирательным, я не конкретно что-то имею в виду, я просто собирательным таким термином это назвала, как новые вини, да, там, не знаю, есть вот, мало чего понимаю, я, наверное, сейчас сбивчиво говорю, вот, но сейчас вы поймете, если вы дослушаете до конца, вы поймете, я просто издалека начинаю, чтобы все эти вводные были мной проговорены, мне сегодня пришло, вот просто мне сказали, бери, бери, откладывай свои дела, просто выходи в эфир, говори об этом, говори, пропускай это через себя, потому что это надо сказать, вот говорю, как приходит. Так вот, берется истина, 80% сохраняется, 20% вешается какая-то сопля под выверт сверху на все это, и в итоге люди это принимают, потому что резонанс какой-то определенный идет, но не задумываются о том, что это на самом деле делает с ними и к чему это на самом деле их призывает. И вот этот фейклайт по факту занимается тем, что большие-большие группы лиц, они уходят совершенно в философию, которая их уводит вдаль на самом деле от них самих, от их божественной природы, от того, что такое творец, о том вообще, для чего мы все здесь находимся, о том, что такое свет. У людей начинает возникать раздражение на такие термины, как свет, начинает возникать раздражение на термины любовь, начинает возникать раздражение и обесценивание таких вещей, как любовь к ближнему, помощь к ближнему и так далее. Вот. Вот помощь, кстати, это тоже отдельная тема. Теперь стало немодно помогать другим, понимаете, потому что теперь есть очень много материала, которые вам расскажут про то, что бесплатно ничего тоже не надо делать, потому что без там платят. Вот это вот все притягивание за уши вещей, в которых есть определенное зерно, но есть маленький такой шрифт внизу, который никто не читает сознательно. Так вот, есть, вот я буду, пусть я буду последним традиционщиком во всей, блин, вселенной. Я буду последним олд-фэшн, таким как бы старомодным, занудой, который будет об этом говорить. Не буду суперсовременной, которая, значит, там отрицает все и гламоризирует какую-то просто параферналью. Я хочу донести до людей очень важные идеи. Идеи того, что что бы ни происходило вокруг, какая бы новая информация нам ни открывалась, как бы мы по-другому не пересматривали какие-то свои там убеждения, да, кто-то там изначально был глубоко в религии, потом мог выйти из этой религии, пойти в какие-то свои там собственные самокопания, поиск себя через себя, поиск бога в себе и так далее, да. Что бы у вас ни происходило, я просто хочу сказать о том, что никакой new age, никакое повышение осознанности никогда не может быть сопровождено отказом от основополагающих вещей, на которых зиждется этот мир, на которых живет наша душа, из которой она приходит и куда она уходит в конце. А это? Любовь к себе, да, но это любовь к миру, и она простая, она без драмы, она без чернухи, она без необходимости вот каких-то непонятных узлов на ней. Любить мир, это просто любить мир, это просто радоваться ему, это просто улыбаться другим людям, это просто хотеть благо другим людям, это просто пытаться помочь человеку, если ему нужна эта помощь, если он обращается за ней, вы видите, что это что-то может человеку существенно помочь на его пути. Просто такие базовые законы мироздания, которые никакой new age не отменял. Вот я сама пишу очень часто о том, что там нет ни плохого, ни хорошего, да, там все, есть опыт и так далее. Но вот это как раз та самая истина, которая чаще всего получает под выверт о том, что ага, нет ни плохого, ни хорошего, значит мы все можем делать все, что хотим, все становится нормой, то есть абсолютно любые как бы там поступки, любые это все становится окей to do, потому что нет, ну а что собственно, это просто я такой опыт себе выбираю, все так, опыт мы себе выбираем, но ответственность за этот опыт с нас никто не снимает, ну не снимает. Поэтому если человек пошел и кого-то убил, не надо его за это осуждать в понимании того, что мы здесь не сидим и не судьи, но нужно понимать, что этот человек несет ответственность за свой поступок, не снимает это с него ответственностью тот факт, что это его опыт. А вот этот подверг в конце, когда нет, ну там и что, я пошла там, в том числе, все вот эти вещи, аборты, там, я не знаю, избиение детей, избиение других людей, там, любой абьюз в сторону другого человека, значит, ты себе это притянул, тебе нужен был такой опыт. Да, этот человек действительно подписался под таким опытом, ему для чего-то эта душа это выбрала. Но это не снимает ответственности с того человека, который это выполняет. И да, он приходит как учитель, и да, он приходит как зеркало, но есть маленький шрифт, который все почему-то забывают читать. В момент, когда этот учитель приходит, он всегда может решить по-другому, он может выбрать другой сценарий, он может сказать, ты знаешь, мы с тобой договорились об этом, и я должен понизить свои вибрации, чтобы прийти и сделать тебе вот это гадство, да, там, не знаю, убить тебя, или изнасиловать твоего ребенка, или там, и так далее, и так далее. И это то, о чем мы с тобой договорились, потому что на момент, когда мы договаривались, было вот то развитие и у тебя, и у меня. И мы договорились для того, чтобы пройти каждый какой-то свой опыт. Но вот я сейчас умудрился повысить свои вибрации, понять что-то, и понять, что я не хочу в себе такой кармы. И ты, пожалуйста, пойди, найди себе другой опыт, потому что я не хочу тебе этот опыт давать. И вот это решение, которое принимает человек о том, что я вот по идее должен был прийти, сейчас тебя тюкнуть по голове, но я не буду этого делать. Вот это, вот это то, о чем я все время говорю, включи свет в себе. А многие пользуются вот этим вот, значит, модным драматизмом о том, что теперь вообще все окей, теперь можно сидеть, можно кого угодно там, я не знаю, просто отмутузить в темном углу, и потом сказать, нет, ну а что, я сделал ему большое одолжение, я ему зеркало принес, пошел, он, значит, на меня там посмотрел на это зеркало, что-то для себя понял. Ребята, это как бы все, конечно, хорошо, но так оно не работает. В любой конкретной ситуации каждый человек, совершающий поступок, несет эту ответственность, и он несет эту ответственность для своей души. Поэтому просто снимать с себя все и все оправдывать опытом, вот это fake light, вот это очень fake light, понимаете? Это то, что люди сейчас пытаются впендюрить многим мозги, и люди, находящиеся на низких вибрациях, они очень радуются этому, потому что это полностью снимает с них ответственность за все. Не хочешь там, я не знаю, помогать ты человеку, который ты видишь, что он нуждается в помощи, вот ты идешь по улице, видишь, что человек нуждается в помощи, а у тебя нет настроения. Ну вот ты не хочешь не делать? Окей, это твое право, ты можешь этого не делать, но не надо рассказывать всем, что так оно должно быть, потому что другой человек на этом месте придет и поможет, и это будет для него так называемый grace point. Есть такое понятие в энергетической структуре Вселенной, как grace point, многие люди с ними рождаются. Это, знаете, те люди, которые, вот что бы ни происходило, в какую бы ситуацию не попадали, они всегда выходят сухими из воды, потому что у них много этих grace points, так называемых. Это то, что человек обережет, эти grace points, ему, например, могут доставаться от его предков, там, ну, как правило, это по родовой линии передается, это некий объем, ну, скажем так, защиты, да, защиты, там, удачи, которую человек получает в обмен на вот такие проявления щедрости, доброты, бескорыстной, там, какой-то незаинтересованного, искреннего желания проявить любовь к кому-то. Ну, благочестие, да, вот пишут, вот это вот. Многие люди расходуют эти свои родовые, как бы, запасы благочестия, и в какой-то момент, в общем, начинают попадать неприятные чести. Вы также множите в себе, когда вы просто отзываетесь на естественные позывы своей души, когда вы хотите полюбить кого-то, когда вы хотите протянуть руку кому-то, когда вы понимаете, что не надо вот так делать, это не есть хорошо, потому что есть, мы живем в материальном мире на человеческом уровне. На человеческом уровне есть такое понятие, как моральные ценности, они есть. Иначе в этом мире был бы еще больше хаос, чем уже есть. Иначе бы это был просто полный кромешный ад. И вот эти моральные ценности, не надо их спускать в унитаз, в угоду новомодным веяниям о том, что теперь все есть опыт, и поэтому можно творить абсолютно все, объясняя все тем, что нет ни хорошего, ни плохого. Не надо коверкать слова. Не надо подменять понятия. Это никуда вас не заведет, кроме того, что в какой-то все равно момент вы поймете, насколько вы врете себе, насколько вы обманываете свою душу, и насколько вы ее в итоге заводите в темный угол, куда ей совсем не хочется. Просто это временный период, когда все на таком раше адреналина начинают плясать на собственных костях, и радоваться тому, что теперь можно там все дозволено, все окей. Да дозволено все что угодно, делай что хочешь. Понимай, что ты делаешь этим со своей собственной душой, которую ты якобы пытаешься как-то отцепить от какой-то ответственности, от чувства вины и прочее. Здесь не вопрос вины и не вопрос стыда. Это не о том, что я призываю, я не знаю, все ходить на себя большую простыню и ходить, значит, себя бичевать за то, что вы когда-то совершили какие-то простыки. Нет. Речь идет о том, чтобы быть зрелым человеком и понимать, что если ты совершаешь поступок, а этот поступок влечет для тебя какие-то последствия в твоем энергетическом смысле. Если ты прошел мимо человека, который просил помощи и при этом погладил себя по головке и сказал, я его спас, я его спас, потому что он сам выбрал себе этот сценарий. Если бы я ему сейчас помог, я бы испортил ему, значит, его там карму, не дал бы ему развиться, понимаешь, я не дал бы ему возможности там трансформироваться. Ребят, да, в чем-то да. Но вы слушаете себя. В каждой конкретной ситуации вы будете знать. Вы помогаете человеку из собственного эго, потому что вам так захочется потом себя погладить по головке и сказать, ой, я там молодец, я помог. Или вы реально видите, что человек страдает, и вас не волнует, что в этот момент происходит с его сценарием и так далее. Вы просто понимаете, что вот если бы вы были в этой ситуации, вам нужна была бы помощь, и вы эту помощь даете. И знаете что? Это та самая ситуация тестовая для вас и для того человека, чтобы вы не в мозгу у себя сидели и гладили себе по мозгам о том, что какой я молодец, я, значит, соответствую новой там теории нью-эйдж, молодец сейчас прошел, значит, никому не помог, потому что я его спас таким образом. Нет, у вас в душе отозвалось, что человеку плохо. Пойдите и послушайте свою душу. Вы всегда знаете, вы всегда знаете, когда помощь не нужна, и вы это делаете из ощущения эгоцентричности, из ощущения, что захотелось себя как-то возвысить, и там еще из-за какого-то ощущения, или потому что, например, человек постоянно ленится, не хочет развиваться и предпочитает развешивать свою ответственность на других, поэтому идет за помощью к другим. Такие ситуации бывают. В таких ситуациях не надо помогать. Понятно. Выдох. Вот эти все подмены понятий в последнее время становятся просто катастрофически массовыми. Когда стало постыдным испытывать естественные движения души в сторону, испытать эмпатию к человеку, испытать любовь к человеку искренне, испытать желание помочь человеку искренне, испытать понимание того, что от тебя могут зависеть другие люди, и это ответственность, и решение нужно принимать в рамках этой ответственности в том числе, что твои дети в том числе пришли к тебе и живут с тобой, как твои малыши, рассчитывая на ответственность с твоей стороны. Понимаете? Вот это постоянное сливание всего вот этого движения души в унитаз, в угоду неким принципам, оно очень многим сейчас отзывается, потому что очень многие устали от своих проблем, устали от своих болей, устали от своих бед, им нужен какой-то порточка какая-то, которая им скажет, да, всё отлично, да вообще отлично, тебе не надо ни на чём париться, вообще тебе надо просто всё отпустить, ни о чём не задумываться, просто послать всё на три буквы. Многим людям очень нужен этот момент, и это окей, что им нужен, но, к сожалению, очень много других людей начинают себя перекраивать под это, чувствуя себя как бы, ну, не в ногу со временем, начинают в себе подавлять естественные порывы, начинают в себе искать, что как бы нет, ну как же вот я там сейчас пойду, и, например, у меня есть обязательства, я не буду их выполнять, потому что зачем их выполнять, если я могу там совершенно отказаться от всего того, что от меня ожидают другие люди. Вы всегда на мере делать то, что вы хотите, делайте ради бога то, что вы хотите, кому угодно там, к себе, это ваше право. Но я считаю важным говорить о том, что, ребят, минуточку, это совершенно не отменяет того, что понятия добра, любви, света в человеческом мире никуда не делись. Наоборот, они стали еще более явными за последние там вот несколько десятилетий, именно поэтому идет такое сильное противостояние со стороны этого fake life, который пытается нам теперь еще привить некие нормы того, что это нормально быть сволочью. в человеческом понимании сволочью. Да, на уровне там энергоструктур, это все иначе как бы выглядит. Но, блин, мы живем в этом плотном мире в качестве людей. Не надо превращаться в духов, которые, значит, из серии парят на облаке и находятся сверху всего этого. Мы живем в социуме, и мы приходим сюда исключительно ради опыта, не опыта в персе, мы сюда приходим ради опыта взаимодействия с другими. Иначе мы бы находились совершенно в другом измерении и в другом пространстве, где не нужно было бы проходить этот опыт взаимодействия. Основное в нашей жизни, плотной жизни в этой матрице, это взаимодействие в этом пространстве. Как мы взаимодействуем, мы выбираем сами, но не надо, пожалуйста, обольщать себя тем, что снятие с себя любого обязательства по поводу принятия своих решений ответственно, это есть некое просветление. Это не есть просветление, это есть увод в себя, наоборот, от своего света дальше. Это засовывание в себя в пыльный чулан, которым очень скоро будет нечем дышать. Не надо с собой так. Вот о чем я. Не надо с собой так. И не надо с другими так, потому что это не принесет в итоге никому счастья. В конечном счете, внутри вас, душа вас все равно не оставит в покое. Она все равно будет биться, она все равно будет стучаться через все эти принципы, через все эти новомодные тренды. Она все равно будет стучаться и говорить, не ложиться, не ложиться. Сначала было весело и удобно, сначала было по кайфу, а сейчас опять не ложиться, сейчас опять что-то подтачивает, сейчас некомфортно, не туда немножко, вот не туда. Вот эти последние подвыверт, он меняет все как бы с одного на полное противоположное. И мы это даже не замечаем. Я не знаю, насколько я вообще понимаю, что я здесь сегодня говорю, но вот мне пришло, меня пришибло, я поняла, что раз поток пошел, мне надо как бы об этом сказать, потому что писать это текстом я бы не смогла, у меня бы просто не хватило на это терпение сейчас, я решила сказать это словами. Есть разница, вот вопрос, например, о помощи, есть разница помогать людям, как я уже сказала, из соображений жалости, из соображений какого-то эго собственного, о том, что мы себя так возвышаем, или помогать другому человеку продолжать быть в своем каком-то паттерне, в своей какой-то цепочке, с которой он никак выйти не может, где он не хочет брать ответственность на себя и постоянно перекладывает ее на других и просит вечно ему здесь помочь, там помочь, денег дать. Вы всегда, если зададите себе вопрос, вы всегда в любой ситуации знаете, так это или нет, или это реальная ситуация, когда нужно помочь. Сохраню ли я эфир? Если инстаграм сохранить, то хорошо. Мне просто реально в какой-то момент стало невозможно, невозможно больше мне смотреть на то, как много людей отворачиваются от себя вот в этом движении, когда они считают, что они якобы себе наоборот, значит, вот наконец-то там полюбили себя таким образом. Вы полюбили себя, свое эго в этот момент, потому что вы позволили себе вздохнуть кислорода, немножечко расслабиться от своих каждодневных каких-то обязательств ваших этих вечных. У каждого из нас, да, там есть какие-то вещи, которые нас что-то не устраивает, какая-то боль, какие-то травмы из прошлого и так далее. Все это, это все тяжело, это все непросто, с этим нужно разбираться и так далее. И когда тебе кто-то вдруг говорит, брось это все, брось это все, ни на кого больше не обращай внимания, ни на кого не ориентируйся, забудь обо всем, все есть опыт, все хорошо, иди там, я не знаю, оттяни кого-нибудь по полной и скажи, чтобы он тебе за это сказал спасибо, потому что ты ему принес зеркало. Наверное, сейчас нужен этот период, мне кажется, я так про себя думаю, что, наверное, нужен такой период, чтобы все сейчас немножко, как бы, вот, ну, отдохнули, да, таким образом, познакомься, что в любой момент, он мойный друг, который все такиausым, что все равно будет просачиваться, через эту видимую свободу, да, себя, где-то все... все равно будет потачивать, от этого все равно будет колбасить, и тогда, уже через вот это внутреннее, как бы, да, через внутреннее я, люди начнут все-таки возвращаться к тому, что на самом деле делает их счастливым, но это, видимо, надо просто через себя пропустить. Наверное, так. Поэтому сейчас это имеет место быть, и поэтому сейчас оно необходимо. Но оно необходимо, но я буду говорить о том, что говорю я. Так что, как бы, каждый имеет право говорить о том, что хочет. Я буду говорить об этом, потому что я считаю, что... Севдо-светвички с некрасивейшими дощущипательными статьями и вздеванием говнеца в комментариях. Если, в общем, не поняла, о ком вы конкретно пишете, но такое тоже имеет место быть. Вот, распускаться так легко, как с горочки катиться. Это не про то, что надо себя держать в ежевых рукавицах, это не про то, что нужно всю жизнь прожить страдания, это вообще не про это. Это как раз вот это вот подмена понятия идет, когда людям пытаются объяснить, что все вот эти ощущения, какое-то расширение себя в угоду кому-то, отдача себя в угоду кому-то, что не есть ты, это как раз, значит, вот какие-то некие оковы, которые мешают, которые не нужны, которыми ты себя обманываешь, которыми ты там проживаешь и свою жизнь и прочее. Да, такое бывает. Но очень часто речь не об этом, а речь о том, что у человека искренне появляется желание, у него есть ресурсы, ему можно этот ресурс вполне естественным образом опустить там на какое-то благое дело в адрес кого-то, или, например, на то, чтобы собраться и понять, что есть определенная сфера ответственности, и он вступает в эту ответственность и проживает ее вот так, как оно предначерпано ему, в том смысле, что это как раз тот самый опыт, который ему нужно прожить, а не сливает свою ответственность за своих детей, за своих близких, за человека, мимо которого ты прошел на улице, которому нужна была помощь, просто потому что я сейчас занимаюсь исключительно тем, что освобождаю себя. освобождайте себя от мусора, освобождайте себя от того, что не отзывается. Освобождайте, да, но стоит ли себя освобождать от тех вещей, которые являются основой для того, чтобы ваша душа пребывала в радости? Стоит ли реально того вот эта вся игра свечи? Потому что, еще раз повторю, человеческая душа, она светла просто по определению, просто изначально, под всеми своими пластами мы все эти светочки. Чувствуйте, вот пишут, чувствуйте, конечно же, чувствуйте себя. Не смущайтесь того, что толпа бежит на вас и кричит вам, ты дурак, потому что ты неправильно думаешь. Вот сейчас все вот так думают, тебе тоже так надо думать. Если у вас это не отзывается, если вы думаете, я, наверное, старомодный чурбан, не надо быть старомодным чурбаном, пойду, стану новомодным, там, не знаю кем. Не ведитесь на это. Хотите бежать с этой толпой, бегите, но если вам не отзывается, делайте по сердцу, делайте по сердцу, помогайте по сердцу, любите по сердцу, несите ответственность за других людей, по сердцу слушайте себя, потому что каждому душа подскажет что-то свое, но слишком часто в последнее время мы начинаем затыкать эту самую душу, освободить, спасти, обрести какое-то счастье и прочее, прочее. Мы не живем в этом мире в вакуумной оболочке, мы живем в этом мире, как я уже сказала, во взаимодействии со всеми остальными. Поэтому помня это, помните о том, что это и есть самый главный опыт. Если все списывать на то, что опыт, и все дерьмо, которое происходит в мире, это тоже опыт, он, конечно, опыт. Но это не меняет того, что всем жилось бы лучше на этой земле, если бы этого дерьма не было. Поэтому в каждый конкретный момент, когда это дерьмо кто-то делает, этот кто-то может принять решение не делать этого дерьма. Вот и все. Все просто. Поэтому я себе сейчас в шапке блога вообще на пик все сотру и поставлю там одну фразу. Старомодный светлячок. И все. Точка. И буду, блин, последним пусть старомодным светлячком, который будет считать, что это нормально испытывать человеческие привязанности, это нормально испытывать человеческую любовь, это нормально желать блага для другого человека и интересоваться другими людьми, это нормально пытаться унять боль другого человека, это нормально помогать тем, кто не может позволить себе там, я не знаю, помощь ту же платную. Это нормально сохранять жизнь ребенка в утробе. Не потому, что так проще, а потому, что это жизнь. Это нормально. Это нормально. Я не осуждаю тех, кто делает иначе, но я вот сейчас сегодня встаю и говорю, я за другое. Кто со мной, тот со мной, и кто не со мной, тот не со мной. Никого не принуждаю. Но я буду сейчас об этом говорить много теперь, потому что я вижу, что реально уже как бы маятник просто сильно, сильно перескочил на вообще непонятный какой-то уровень. И да, все, мне сегодня сказали, что ты молчишь. Мне сказали, что ты молчишь, что ты сидишь и молчишь, ты это видишь и ты молчишь. Почему ты молчишь? Напишешь еще про свои гормоны через два дня. Иди, скажи, что ты думаешь. Вот. Такая вот я сегодня вся непонятная. Просто реально я очень люблю людей, я очень люблю людей, я очень до слез, на самом деле. всегда ратую за то, чтобы каждый в своей там линейке, в своем сценарии проживал максимально радостную и светлую дорожку. И я не хочу, чтобы людей с этой дорожки сводили на какую-то херню, вот сейчас скажу вот это слово, которая ничего не привносит, кроме путаницы, путаница, путаница, которая забирает время и силы. Не надо. Любая религия призывает к этому, да, я согласна, поэтому я не отрицаю религии как класс, все ищут это через свои формы, кому-то нужна религия, я верю в Бога, да. Уважаю все религии, все религии, каждому там своя форма, это окей, как бы там, через религии или там, через еще что-то. Бесплатно, без оплаты. под вывертой, под вывертой, не надо. Вот, у меня осталось там 8% батарейки, поэтому у меня еще есть, наверное, номер 10, чтобы с вами поболтать. здесь речь, да, речь не только об откровенных там убийцах и прочих, конечно, это обо всем, это отношение к детям, ответственность за детей, отношение к своему телу, ответственность за свое тело, отношение к природе, ответственность за ту часть природы, на которую ты имеешь воздействие, опыт взаимодействия взаимодействия с другими. Вот что есть земная жизнь души. Потому что, когда мы находимся все не здесь, нам по барабану друг до друга. Мы живем в своем измерении душевном, где нет ни пространства, ни времени, ничего, вечная любовь, и все замечательно. Нам там не до других. Мы сюда приходим взаимодействовать с другими. Когда мы начинаем себя отгораживать от других псевдо, вот этими якобы там светлыми тенденциями, мы страдаем, мы наоборот заводим себя глубже в эту ловушку, где нам становится нехорошо. Потому что даже человек, который способен убить, я не знаю, там пытать кого-нибудь и так далее, у него все равно душа, которая изначально светлая. И он все равно будет, все равно в какой-то момент он испытает в глубине души вот это ощущение, что что-то не то. Что-то не то. Вот я хочу просто говорить об этом для того, чтобы люди могли понимать, что если у них вот это что-то не то, это не потому что они идиоты, потому что они не сильно там преуспели в модных тенденциях. Это просто что-то вот отзывается, и на это отзывается и нужно идти. Голова, она очень часто нам создает больше проблем, чем радости. А если голова включилась в такое понятие, как теперь мы головой соображаем, что у нас в сердце, то вот здесь вообще это рецепт для капострофы. как-то так. Много людей. Классно, что вы здесь есть сегодня. Классно, что вы меня послушали. Классно, что я это сказала. У меня отлегло, потому что мне прям невозможно было это дальше нести, потому что уже расплескивалось. я надеюсь, что моя мысль, пусть избивчивая, пусть и очень безвелика, она как-то, ну, в общем, какие-то соображения в голове побудила. и я очень надеюсь, что кто-то сегодня, кто сомневался, делать хорошее дело или не делать, потому что это хорошее дело забирает у вас личное время и означает, что вы там, не знаю, не поплюете в потолок лишние полчаса, что вы, например, решите это дело все-таки сделать. Потому что да, потому что вот в этих переплетениях наших посылов друг к другу, в этих переплетениях наших решений каждую конкретную секунду времени из этих переплетений строится наша жизнь и всех людей, которые вовлечены в нашу жизнь. Я вас всех очень люблю на самом деле. И это очень классно, что есть какие у нас способы в виде того же Инстаграма, что можно так общаться, говорить и делиться. Но я думаю, что это далеко не последний раз, когда я на эту тему говорю. В следующий раз я, наверное, как-то более структурированно все это изложу, но спонтанно все это тоже хорошо. Сохранить этот эфир на Ютубе. Да, я постараюсь, если у меня с Инстаграм в принципе дать возможность его сохранить. Но я уверена, что кто-нибудь наверняка смотрел, записывал. Просто если я вдруг с этой темой исчезну, то есть не будет его доступна, вы мне тогда скиньте ссылочку. Короче, я к тому, что не надо себя... Блин, сейчас мы уже пришли к тому, что люди чувствуют себя виноватыми за то, что хотят поступать по совести, с добром и с любовью. Что чувствуют себя какими-то недолюдьми, потому что они, значит, там себя в чем-то этим ущемляют. Камон! Ну, как бы реально, да? Давайте сегодня все пойдем и сделаем что-нибудь хорошее другому человеку, не себе. Счастливыми начинать себя делать в том числе включает в себя делать счастливыми остальных людей. Вот это, поймите уже, вот это очередной подвыверт на истину. Да, нужно быть счастливым самому, чтобы дать эту энергию другому человеку. Правильно! Но последний подвыверт, который все меняет, это тот факт, что на этом стоит точка и все заканчивается. Но счастливым можно сделать себя в том числе, будучи открытым и направляя любовь другим людям вокруг себя. Это не противоречит счастью внутри себя. Вот и все. Ищи даже в мышлении. Нет, в ущерб себе не надо. В ущерб себе, когда это объективно, вы себя недооцениваете, вы себя жертвуете, жертвы никому не нужны. Я сейчас говорю про вот эту вот сопельку, которая сверху висит на истине. Я же не говорю, что то, что пропагандируется сейчас, это полная ложь. Нет, она исходит как бы из правильного посыла, но просто в конце там есть такое небольшое ответвление, которое вот вы шли-шли-шли в правильном направлении, а потом раз, в последний момент свернули в переулок. И все, и остались в этом тупике. не надо последний вот этот вот переулок никуда сворачивать, до конца идите по вот тому, что на самом деле есть правда. Вот и все. Поступать, как сердце, подсказывает. Да, а сердце, оно всегда будет подсказывать в каждый конкретный момент, если к нему слушать, то, что нужно именно вам в данный момент. Надо вам сейчас взять и помочь другому человеку, бескорыстно, не задумываясь, и даже как-то в чем-то там, наступив себе своему времени или своим каким-то желанием или планом на горло. Делайте это, потому что вот так. Ну и дебилы, я не могу. By Caldar, спасибо тебе за такой комментарий. Непонятно, что ты здесь делаешь. Очень странно у тебя это слышит из себя. Хотя... Вот. Вот так. Буду сохранять и хир, потому что... читаю ваши комментарии. Класс. Всем хорошего дня, как обычно. И... До скорых встреч. Скоро вам хочу книжку почитать, которую я показывала в сторис. Ее надо прям зачитывать, на самом деле. Даже синтез нехорошо этого будет делать. Надо прям читать тот текст, который написан. Так что на какое-нибудь вечернее чтение скоро с вами соберемся. Всех люблю, всех обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.